А сейчас о скандальной истории, случившейся в Лейпциге. В конце ноября, во время международной конференции «Будущее семейных отношений», на членов российской делегации напали активисты ЛГБТ-сообщества. Агрессию со стороны представителей секс-меньшинств вызвала тема конференции о необходимости поддержки традиционной семьи в Европе. Такие конференции, по их мнению, проводить недопустимо. Это предместие Лейпцига, практически центр старой доброй Европы. Начало международной конференции «Будущее семейных отношений» и тема-то «Старая и добрая», вот только не всем она здесь понравилась. Геоактивисты, их соратники блокировали входы в здание конференции с самого утра. Они возмущены. Традиционная семья не в их вкусе. Семья в их понимании не папа и мама, а союз однополых. И они готовы отстаивать свои взгляды, причем отстаивать уже с кулаками. Когда в конференц-зал попыталась войти российская делегация, собравшиеся начали проявлять откровенную агрессию. Нашу делегацию женскую фактически всех разделили, окружили в круг, не давали идти. Значит, мы, я там подныривала, потому что я маленькая ростом, они все такие высоченные. Подныриваешь, у них где-то в щелку просочился, там следующая шеренга, да еще там всякие злые дядьки пинаются. Крики, плевки, тычки, удары по ногам. Получив все это, депутаты Госдумы Елена Мизулина и Ольга Баталина, историк и политолог Наталья Нарочницкая прорвались таки в зал. Однако на этом бунт представителей европейских ЛГБТ не закончился. Полиция при этом предпочитала держаться в стороне. Митингующие стали бить по дверям со стеклом, со стены ходуном ходили. И это продолжалось достаточно долго, что даже не слышно было ораторов внутри помещения. Полиция фактически, хотя там ходили по два метра ростом полицейские, но они не пытались оттеснить вот этих товарищей. То, что сегодня позволила полиция, просто невероятно. Такого я никогда не видел. Самое худшее, это прямая физическая атака на наших российских женщин-депутатов. Их пнули ногой. То есть российским депутатам на немецкой территории полиция не обеспечила безопасность. Впрочем, такой фон конференции, напротив, показал, насколько актуальна для Германии тема сохранения традиционной семьи и традиционных ценностей. Как, впрочем, актуальна и для всего Евросоюза, в котором наступление на эти ценности идет широким фронтом. А еще стало ясно, насколько далеко этот фронт расширил свои границы. Француженка Беатрис Бурш, участница конференции, по мнению британской прессы, самая опасная женщина Франции. И опасна она именно тем, что открыто говорит о том, что происходит в Европе. К примеру, о таком вот новом предложении, выдвинутом недавно в Брюсселе. Дети могут исследовать свое тело с нуля до пяти лет, а с пяти до девяти лет среди них проводится сексуальное образование на тему гетеросексуальности, гомосексуальности, бисексуальности, транссексуальности. Все это подается как равнозначно моральное. Я в ярости и приложу все имеющиеся у нас позитивные силы, чтобы бороться против такого драматического посягательства на ребенка. Я называю это педофилией, ни больше, ни меньше. Госпожа Бурш уверена, что подобная политика ведет к вымиранию народов старой Европы. Уже сейчас рождаемость в Германии значительно ниже, чем в России. То же самое касается французов и других европейцев. Тем временем в германских школах уже учат, что отношения мальчика и мальчика в сущности своей прекрасны. И это уже никого не смущает. А вот термин «традиционная семья» стал чуть ли не ругательством. На самой конференции люди, которые туда пришли, абсолютные сторонники традиционной семьи, большой семьи, многодетной, когда они стали подбегать к журналистам, просить убрать их лица с экрана, фотографий, потому что это может повлечь увольнение с работы, преследование по месту жительства. И они просто не хотят неприятностей для своей семьи. Вот так-то, такая однобокая демократия. В связи с этим один из организаторов конференции, Наталья Нарочницкая, с удивлением заметила, «Я никогда не думала, что мне придется защищать демократию в Европе». Я не представляла себе, что в Западной Европе, которая всегда была примером свободы дискуссии по разным темам, и для нас была примером, что сейчас это просто какое-то тоталитарное табу на обсуждение тем, которые у всех на устах. Одно из базовых прав человека, основы демократии еще времен французской революции, свобода собраний, мнений, дискуссий, слова. Вот этой свободой я убедилась на Западе, либо нет, либо она подвергается сейчас существенному подавлению. Впрочем, как бы то ни было, но и во Франции, и в Германии такую однополую модель поведения приветствуют далеко не все. Россия очень правильно поступила, проголосовав за те законы, которые она приняла. Я думаю, что Брюссель – наемник этой идеологии, а Россия держится крепко. Это очень хорошо и придает нам смелости. Нормальная традиционная семья – мама, папа, дети. Сейчас эта картинка, вышитая на моей футболке, стала символом борьбы за традиционные ценности, за мир, в котором рождаются дети. Это футболка из Франции, где однополые браки уже стали нормой, где два папы или две мамы родить ребенка не могут, но могут его усыновить. Но вот вопрос – хотим ли мы, чтобы наше общество стало настолько толерантным и цивилизованным, что совсем перестало размножаться? Сообщество геев и лесбиянок Молдовы, находясь под защитой принятого правящими партиями закона, намерено провести 19 мая гей-парад в центре Кишинева. В связи с этим инициативная группа, в которую вошли священнослужители, представители неправительственных организаций и бывшие депутаты, выступила с повторным требованием к властям об отмене закона о равенстве шансов, который, по их мнению, ведет к уничтожению нации. Мы говорим о каких-то акциях для провокации. И мы, как те, которые работаем для нормализации, уверены, что не будем стоять как мы не линзаем. И в Лондоне, в консеренции фабрику, требуется не мобилизовать, не для того, чтобы не уничтожить, а для того, чтобы не позволить вирусы в сообществе с модой хомосексуальной. Но мы уже есть много дешевых в сообществе. Тем временем, многие представители гражданского общества, бывшие депутаты, а также священнослужители, высказывающиеся против закона о недискриминации, подвергаются преследованию со стороны судебных инстанций. Как заявили юристы, при принятии данного документа, законодатели изменили в пользу лиц с нетрадиционной сексуальной ориентацией обязательность предоставления доказательств. Это является нарушением юридического порядка и здравого смысла, заявил адвокат Раду Бушилы. Вопреки многочисленным акциям протеста и под давлением Евросоюза, закон о равенстве шансов был принят 25 мая прошлого года голосами 53 депутатов, членов бывшей правящей коалиции. В рекордное время, уже 28 мая, этот закон был промульгирован ставленником альянса на должность президента Николаем Тимофти. Закон разработала и настойчиво продвигала правительство, возглавляемое Владимиром Филатом. православные христиане заблокировали вход в здание парламента. Сегодня несколько десятков священников и православных христиан провели акцию протеста против закона о недискриминации. Встав у входа во дворец республики, они начали петь молебен, тем самым заблокировали проход депутатам, идущим на пленарное заседание. Манифестанты заявили, что целью акции является недопущение принятия закона проектов, пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношения. В ситуации в январе начали обстановление виза 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 resistение леги лекаря, который был adoptат快 parked 3 месяца, подход contravenционал, в обстановке хартия валори, овеличии, в первой ракиров, виза принимали и, на следующем, сегодня была предпоснательная дола. Полиция особого назначения пыталась разогнать протестующих. Однако на их пути встали депутаты-коммунисты, которые, выстроившись перед манифестантами, помешали тем самым полиции. Манифестанты заявили, что принятие законопроектов, пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношения, будет на совести самих депутатов. Священнослужители и православные христиане прошли крестным ходом вокруг дворца республики. Священнослужители и православные христиане Что споется мне сегодня, что услышится, птицы вещие поют до всей сказок. Птица зелен мне радостно скалится, веселит, зазывает из гнезд. А напротив, тоскует печальница, травит душу чудной алконост. Словно семь заветных струн зазвенели в свой черед. Эта птица гамаюн надежду подает, синим неби колокольнями проколотом. Медный колокольцем. Медный колокольц. Медный колокольц. Медный колокольц. Толь возрадовался, то ли осерчал. Купола в России кроют чистым золотом, Чтобы чаще Господь замечал. Я стою, как перед вечною загадкою, Пред великою да сказочной страною. Перецолона, да горько, кисло-сладкою, Голубою, родниковою, ржаною, Грязью чавкая, жирной, доржавою. Вязнут лошади по временам, Навлекут меня сонной державою, Что раскизла, опухла от сна. Словно семь богатых лун На пути моем встает. То мне птица гамаю надежду подает, Душу сбитую да стертую утратами, Душу сбитую перекатами. Словно семь богатых лун На пути моем встает. Словно семь богатых лун На пути моем встает. Словно семь богатых лун На пути моем встает. Словно семь богатых лун На пути моем встает.